Продолжаем выпуск. Новогоднее желание исполнилось. 15-летний школьник из Баграда мечтал посетить настоящую художественную школу и встретиться с мастерами кисти. Так и случилось. Своими эмоциями подросток поделился с Натальей Гармашовой. Алексей волнуется. В руках несколько рисунков. Подросток с детства увлекается изобразительным искусством. Сегодня в приоритете Эмодзи. Свои наработки привез в Абакан, чтобы профессиональные педагоги-художники оценили и напутствовали. Есть ощущение, что тебе это очень нравится. И ты получаешь удовольствие. И в то же время есть определенная хватка в состоянии, в образе. Леша учиться в Баграде в Абаканской художественной школе прежде не был. Поэтому с интересом отправляется на экскурсию по классам. Преподаватели рассказывают и демонстрируют, как проходит обучение, каких результатов добиваются юные таланты. Здесь комфортно себя чувствуешь. Дети сюда тоже приходят и учатся. Вот как раз когда ходили, проходили со всеми вместе, там и смеялись, и разговаривали. Кто-то рисовал. Тоже интересно очень. В финале знакомство с работами художников-педагогов школы. Авторы лично знакомят Алексея со своими картинами и вручают подарки от коллектива. Мы приготовили несколько альбомов подарить художникам. Краски, кисточки и бумагу мы хотим подарить. И может быть, это будет тоже поводом для того, чтобы поработать. А может быть, что-то сделает и привезет, покажет. Алексей опробовать кисти и краски планирует сразу по возвращении домой. И это будет новый творческий опыт для него. Во время экскурсии школьника поразили живописные пейзажи и натюрморты. Возникло желание тоже поработать красками. И вообще девятиклассник не исключает, что свою будущую профессию свяжет с творчеством. Может быть, сначала на филолога, а рисовать я для себя буду. А потом, может быть, даже куда-нибудь и поступлю после этого тоже. Я думаю, что мы найдем разные способы того, чтобы у Алексея получились какие-то творческие уроки. То есть мы ищем пути для того, чтобы одним творческим человеком стало в нашей республике, в нашей стране больше. Желание 15-летнего багратского ученика побывать в художественной школе исполнилось. И в канун Нового года депутаты «Единой России» помогут воплотить еще не одну детскую мечту. Все в рамках ежегодной партийной акции «Елка желаний». Она традиционно стартует в декабре, нацелена на поддержку ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации, малышей и подростков из многодетных и малообеспеченных семей. Муниципалитеты формируют список желаний, а депутаты их исполняют. В прошлом году удалось реализовать более ста. На этот раз планка гораздо выше.